В этом видео уроке мы научимся с вами брать элементы по тегу, находить их и брать их по тегу. Если мы берем элементы по тегу, то здесь работает тот же принцип, что и с классом. Мы выбираем сразу массив, а не один элемент. Например, если мы будем выбирать тег div, то в данном случае у нас будет массив. Если бы у нас был один всего лишь тег div, то мы конечно бы получили бы один элемент, это не было бы массивов, но все же, в принципе, обычно по тегам это всегда получается массив. Потому что вот такие теги как div или там p, их всегда несколько на страничке. И понятное дело, это будет массив. Если вы к body будете обращаться, это конечно же будет обычный элемент, не массив. Кроме того, в этом уроке еще рассмотрим, как обращаться не только к тегу, а также к его атрибутам. То есть, если атрибут присутствует, тогда мы будем ссылаться на этот тег. Давайте для начала разберем по поводу тегов. Возьмем опять нашу переменную test и в нее запишем уже с помощью jQuery tag div, к примеру. Вот таким образом мы выбрали все теги div. В принципе, ну, что здесь можно... Нет, давайте вот не будем уже сильно тут разбирать. Мы в прошлом уроке это разобрали по поводу, как массивы эти выводить там и смотреть их. Давайте просто выведем test.lens. То есть, узнаем длину, ну, длину массива или же сколько у нас есть блоков в нашем документе. Давайте обновим страничку и мы видим, что у нас два блока. И это абсолютно правильно. То есть, два блока, вот он один и вот он второй. Кроме этого, давайте рассмотрим такой вариант, что мы будем искать именно по атрибуту. Это намного, ну, намного чаще используется этот способ поиска по атрибуту. И для него мы создаем еще один тег. Это будет у нас image, картинка, shpeg. И здесь мы добавим... Вот в первом, к примеру, мы не будем добавлять title, а только добавим alt, ну, и там напишем один, к примеру. А во втором мы уже добавим title. title у нас будет тоже единица. Да, ну, вот так вот. Два у нас изображения... Ну, да-да-да, давайте вот так вот. Два изображения у нас будут. Теперь давайте выберем в наш img, в нашу новую переменную. Мы выберем... Сейчас, секунду. Мы выберем изображение, то есть... То есть, тег img. Но при этом, то тег img, у которого присутствует атрибут title. Как это делается? Мы пишем квадратные скобочки и внутри них записываем title. То есть, вот такой атрибут. Что мы здесь выбрали? Мы выбрали все теги img, у которых присутствует атрибут title. При этом нам не важно, какой это title будет. Не важно, какое у него будет значение. Просто этот атрибут должен быть присутств... Ну, должен присутствовать. Опять же, давайте выведем alert img.lens. В принципе, да. Вот, у нас первое... Ну, первое всплыло окно, это у нас про два блока. А во втором окне у нас всплыло количество наших изображений, сколько их было найдено. И было найдено только одно такое изображение. И это действительно так. Мы только в одном изображении прописали атрибут title. Вот. Окей, в принципе. То есть, вот. Если вы ищете по тегу, то здесь вы должны знать несколько случаев. Что вы можете искать просто один по одному тегу, любому. И тогда у вас формируется обычный массив. Либо же вы можете искать по определенному тегу и плюс по его атрибуту. Тогда у вас тоже будет, в принципе, массив слаживаться, если у вас, к примеру, несколько здесь будет этих элементов. Давайте еще один добавим. Обновим и посмотрим. Вот. Опять же, два элемента. Вот. Ну, в общем-то и все. В этом уроке он такой будет небольшой. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока.